Здравствуйте! Сегодня от меня будет много пользы. В отличие от предыдущих передач, я там щедро, может быть, слишком щедро делился эмоциями, какими-то впечатлениями. Сегодня буду рассказать очень конкретные и очень полезные вещи, как сэкономить деньги, время, нервы при поездках в Испанию, в Португалию. То ли это знакомительная поездка, то ли вы там собираетесь, как мы там раньше обсуждали, привыкать какую-то недвижимость. Ну и самое главное, в конце я вам расскажу, представлю конкретных людей, которые могут вам очень-очень помочь. Я встречался с сотнями людей в этих всех путешествиях, но рекомендовать будут только очень-очень избранных. С чего начнем? Давайте как в песне. Первым делом, первым делом самолеты. О самолетах, о перелетах. Есть такое поверье, что билеты надо покупать в какие-то определенные дни недели и на какие-то определенные дни недели вылетать. Ну не знаю, может какая-то под этим, есть какая-то сермяжная правда в этом, но по моему экспириенсу, опыту моему, а я этим занимаюсь уже лет 25 как минимум, никакой закономерности я не заметил. Так получается, что иногда я нахожу самые удачные, самые хорошие цены и на субботу, и на воскресенье. Хотя обычно, действительно, обычно это вторник-среда. За как долго покупать билеты до вылета? Кто-то говорит, ну чуть ли не жди до последнего момента, а в последний день выскочат за 3 копейки. Может и выскочат. У меня никогда терпения не хватало дождаться до последнего дня. Жена у меня такая беспокойная, ну как же, мы же все собираемся, у нас билетов нету. Поэтому мы покупаем билеты обычно за полтора-два месяца. Тогда они ближе к концу становятся, чуть-чуть дешевле, незначительно. Но чаще выиграем, где покупать. Ну у каждой есть свои любимые местечки. Ну я все перепробовал, и в конце концов у меня лучше всего получается следующим образом. Сначала я смотрю так называемые агрегаторы, да. Это типа там Каяк, Expedia, ну их миллион всяких других, Google, Flight и т.д. и т.п. И вот нахожу, что вот на эти дни, вот на эту страну, самые дешевые билеты, ну например, у Air France. Что я делаю? Я тогда мысленно извиняюсь перед агрегаторами и перехожу прямо на сайт Air France, покупая билеты там. Не всегда цена лучше. Иногда она точно такая же, как на том агрегаторе. Но уж точно, точно, точно гораздо удобнее, что если что-то потом случается, то, конечно, гораздо проще решать какие-то проблемы с конкретной компанией. А так начинают перебрасывать от агрегатора к компании и назад. Ну вот хорошая цена, вот у меня от 1000 канадских долларов до 1500 канадских долларов. Это на одного человека, туда и назад, с интервалом обычно летаем на 3 месяца вне сезона. Ну как вне сезона, летаем либо осенью, либо весной. Вот это хорошая цена. Знаю ли я, как ее очень сильно можно урезать? Да, знаю. Мой знакомый, привет, Ростислав, он всегда летает через Лондон. Чем он мотивирует? Что в Лондон летают самые большие самолеты, аэрбасы 380, там много места, там просторно, лучше лететь, ну тут трудно не согласиться. Вот, и если ты берешь билет только до Лондона, ну это прямой перелет, разумеется, цена, как правило, очень хорошая. Потом ты прилетаешь в Лондон, не летишь сразу дальше, куда тебе там надо, а 2-3 дня проводишь в Лондоне. Там переходишь постепенно на это европейское время, jet lag так называемый, посмотришь город, и потом уже там летишь через 2-3 дня на местных каких-то авиалиниях, очень-очень дешевых. Там буквально на 20-30 евро с того же Лондона, например, в ту же Валенцию, или там в Гальсабон, или куда-то там еще. Можно сказать, а почему не в тот же день? Потому что рискованно, если ты отдельно покупаешь билет у одной компании, прилетел Лондон в один аэропорт, а вылетает этот маленький самолетик местный из другого аэропорта, если ты не успел, то твои проблемы, у тебя билета нету, а покупать в последний момент будет дорого. Получается очень хорошо, дешево, гораздо дешевле, и как-то отдохнешь, чтобы не в один день все эти перелеты. Следующее, гораздо более нервотрепное, рент машины в Европе. Первое скажу. Сейчас раньше электрические машины были дороже, чем бензиновые, да, там или дизельные. Сейчас они намного дешевле. И, на первый взгляд, кажется, здорово. Мало того, что я сэкономлю на ренте самом, так потом еще и заправляться буду чуть ли не забесплатно. Но мой опыт говорит противоположное. Я вот недавно в прошлую поездку в Испании заказывал электрическую машину. Ну, честно сказать, зарядкой намучился. То там кабель не подходит, то аппликация не работает, то форма оплаты такая. Один раз оплатил зарядку соседней машине, потому что там перепутаны были станции. Ну, не знаю, теоретически они указывают, там на 300 километров хватает зарядки. Но это если вы будете ехать, как там у Райкина, тихой ночью возле теплой стенки, то может и будет 300. А в реальной жизни вы едете быстрее тех норм, которые они советуют, скоростей, которые они советуют. В реальности вы включаете кондиционер, в реальности вы едете с ускорением. То есть смело делить эту цифру на 2. То есть это мелочи. А что не мелочи? Что вокруг этого бизнеса крутится очень много сомнительных компаний. Так, кстати, в аэропорту берите. Всегда, вот по моему опыту, вот всегда дешевле там в аэропорту взял, в аэропорту отдал. Самый дешевый. Вот я такой-то аэропорт, беру машину там на месяц, на два. И выскакают неправдоподобно низкие цены. Ну, первое, как я уже сказал, это коробка с ручным управлением, это нормально. А вот ненормально, когда выскакивает компания, которую я никогда не слышал. И вы никогда не слышали. Присматриваемся внимательно. И такой огромный-огромный красный флаг. Если их название на этом агрегате с таким мелким-мелким-мелким шрифтом, его невозможно прочитать. Вот если еще написано таким шрифтом, знаете, вот вроде как первоклассник писал там с наклоном, не печатные буквы, а такими рукописными буквами, это еще хуже. То есть, ну как вы думаете, если компания скрывает свое имя, о чем это может говорить? Это то, что репутация у них очень и очень плохая. Вы зайдите на Google Map и посмотрите вот ту конкретный офис вот этой компании, в том городе, например, если вы там в Валенсии хотите брать, вот посмотрите там рейтинги и почитайте, что люди пишут, поверьте мне, вам станет плохо. Они ставят действительно очень низкие цены, чтобы перебить, чтобы перебить другие компании. И вот люди приходят, говорят, вот я заплатил там, вы там предлагаете машины по 10 долларов в день, вот я заплатил, давайте мне машину. Обождите, обождите. А вот, а теперь еще 25 долларов в день заплатите за страховку. Какую страховку? Да вы что, да у меня вот кредитная карточка, у меня есть на кредитной карточке покрытие, страховка, мне не нужна ваша страховка. Нет, 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 это ваша карточка канадская, она там, это все вранье. Это полное вранье, прекрасная кредитная карта ваша. Но если она специально, надо проверить, что если у вас бесплатная кредитная карта, скорее всего, она действительно не покрывает. А если вы платите там какие-то годовые фи за эту карту, то да, скорее всего, она покрывает, прекрасно это все работает. Мой плохой вариант, если стиснув зубы, вам дадут машину, и вы должны будете ее, вы устали, жарко, плохо соображаете после перелета, вы должны будете всю ее облазить, всякие там трещинки, сфотографировать, записать, потребовать, чтобы они ее внесли в эту карту. Ничего, вы потом приедете через 2 недели, они руку куда-то там засунули, куда-то вот там снизу еще, вы поцарапали, заплатите 800 евро. А вам самолет, вам некогда с этим спорить, масса, масса, масса проблем и нервов. Вот у меня такая компания, в конце концов, она работает, точно работает в Португалии, точно в Испании, по-моему, еще в каких-то странах, но я не уверен. Называется Сентаура. В первый взгляд, кажется, что у них цены немного выше, но вот та цена, которая выше, у них включена уже полная страховка. Даже если вы купите через агрегатор, без страховки, то все равно у них как-то больше совести, что отражено в рейтингах соответствующих, они никогда вот, ну, как говорится, не создают проблемы на ровном месте, всячески рекомендую. Еще вопрос, денежный. Ну, не знаю, как вы справляетесь, но раньше у меня были огромные проблемы. Там платить можно только наличкой, там эту кредитную карточку берут, кто-то автомат наличку не выдает на такую карточку, а вот этот выдает, но он берет какой-то процент обмена высокий, а этот процент обмена невысокий, но там высокая разовый платеж и т.д. и т.п. И тем более, когда едешь в несколько стран, там еще фунты, там евро, там канадские доллары, американские доллары. Это было, ну, ужасно, просто ужасно. И, к счастью, есть такая аппликация ВАЙС. Бесплатная аппликация. Грубо говоря, ты сам себе становишься банком, да, причем работаешь в разной валюте, в разных валютах, сам себе открываешь счета в любых валютах, сам себе обмениваешь, сам себе переводишь, в любой стране там снимаешь наличку, если надо, добавляешь. Работает великолепно. Я просто в восторге. У него неверность даже, что так может быть. Разберетесь там, у них прекрасный веб-сайт, спрашивайте у них, у этого самого ВАЙСа, там на любом языке можно спрашивать, они вам все прекрасно ответят, все у вас прекрасно будет работать. И сэкономит массу денег. Ну, и самое главное, найти нормальных людей, которые вам будут помогать в тех или иных вопросах. Это очень непросто. Мне приходится работать буквально с сотнями людей. Но, как я уже сказал, выделить могу только несколько людей, которыми я доверяю. Я сейчас постараюсь вам объяснить, почему я доверяю, почему с ними стоит иметь дело. Ну, вот смотрите, я уже рассказывал, что когда мы покупали эту квартиру в Испании, то это на любой вопрос приходилось ждать днями, иногда неделями. Ну, представьте, мы приехали всего там на три месяца, из них полтора уже прошло. Мы хотим купить квартиру, и на какой-то элементарный вопрос надо ждать ответа днями. Совершенно случайно, как в жизни часто бывает, встретили Таню. Графию не выставляю, она не разрешала, я бы с удовольствием выставила. Очень симпатичная, милая женщина. В юном, разумеется, возрасте, но дети у нее при этом достаточно взрослые. Живет в Испании уже много лет, и даже не знаю сколько. Работает в этом бизнесе, она владелец, владелец компании, то есть не на кого будет там, если случится, какие-то жалобы, не на кого-то, вот она, вот она и есть самое главное. Да, ее муж с ней работает, и работают ее двое взрослых детей. Да, они прекрасно говорят на русском, украинском, английском, испанском, по-моему, и на французском языке, но я не уверен. Да, все проблемы решаются комплексно. То есть они же занимаются продажей недвижимости, они занимаются property management, они занимаются, ну, сдачей в ренте, я имею в виду, на длинную, на короткую. Саша мужик занимается ремонтом. Их офис, у них собственный офис, находится в самом центре, в очень удобном месте города, и они даже живут в этом же доме, но на несколько этажей выше. Ну, что может быть лучше? Приходишь к этим людям и решаешь все свои вопросы, которые у тебя накопились. И вот мы с Таней работаем, вот я издаю массу вопросов, хотя я не ее клиент, да, она на мне ни копейки не заработала, на мне заработала другая риэлтор, которая и близко так хорошо не работает. Они решают все вопросы. Я издаю постоянно вопросы, не будучи клиентом, даже не относящиеся к недвижимости, какие-то другие по жизни. Ну, а чего ей не ответить? Она много лет живет, она все знает, так между нами, не знаю, понравились, станешь я, раскрываю маленький секрет. Но мэр города, Калпо, в котором мы живем, она много лет оказывает им консультационную поддержку. Ну, вы понимаете, что если мэр города оказывает консультационную поддержку, то, наверное, какие-то вопросы может и решаются хорошо. Вот я со смелой, вот ее координаты, имейл, телефоны, посмотрите, связывайтесь, я смело ее, с чистой душой ее рекомендую. Я больше вам скажу, что вот если бы, но Таня работает преимущественно только в Калпо, это, собственно, небольшой городок, да. Если бы она работала, то все Испания вообще больше бы никого и не рекомендовал, только Таню и ее семью, да. Но, а если вам, так сказать, шире нужна информация, шире по всей Испании, тогда у меня есть другие люди. И вот тут я расскажу интересную историю по этим другим людям. Вот сначала посмотрите на их фотографии, какие они красивые, молодые. Они такие есть и в жизни, такие вот улыбчивые, энергичные, доброжелательные. Мне очень нравится. Но я вам скажу одну такую историю. Вот вы любите одолжить у кого-то деньги? Думаешь, что нет, да? А я просто обожаю. Когда вот выпадает такая необходимость, я обращаюсь к разным людям. Очень интересно наблюдать, как люди себя ведут. Так вот, когда мне нужны были деньги, долго рассказать там почему, достаточно большая сумма, когда я находился в Испании. Обратился к разным людям, с кем-то с большим успехом, с кем-то с меньшим. Обратился к Наде Сергею, которых я тогда на тот момент знал еще недостаточно хорошо. И это было очень легко. Они такое впечатление, что они вроде как обрадовались, что я попросил у них деньги, дали с легкостью, без всяких там гарантий, подвое, как говорится, честное слово. Если человек доверяет другим людям, он и сам заслуживает доверия, да? И вот как знак того, что они заслуживают доверия, я вам скажу, что они сейчас находятся в Испании, я в Канаде, я им доверил первый раз в жизни свою машину, машины я люблю и лелею. А вот этим людям я свою машину доверил. Но более высокое доверие быть не может. Так вот, я отвлекся немножко, как всегда. Чем они занимаются? Они занимаются помощи людям практически по всей Испании. Вот к ним можно обращаться по всем вопросам. Вот если я так что-то поверхностный, так и общую информацию даю, то они вот как раз знают детали. Это касается недвижимости, и вот этих всех моментов, по которых я говорил, адаптации там, медицинской страховки, и т.д. и т.п. У них, грубо говоря, посредническая фирма. И самое лучшее, что вы им ничего не платите. Им платят те девелоперы, они напрямую с девелоперами в основном работают. Если вы что-то купите, ну какая вам разница, заплатят это Надя Сергеем, которая вам гарантирует, окажет хорошую помощь, или они заплатят какому-то риэлтору Педро Санчесу, который может от вас будет прятаться, вы за ним будете бегать и материться. Такие разносторонние, энергичные люди. И что мне очень не нравится, они всегда вовремя отвечают на вопросы. Меня просто бесит, когда задаешь вопрос, и он падает в пустоту, ты нервничаешь, не знаешь обращаться к кому-то, или ждать у моря погоды. Вот в общем и целом как-то так. Если будут какие-то вопросы ко мне, вот мой имейл. В комментарии под ютюбом, как-то они теряются. Вопросы лучше задавайте через имейл. Все, счастливо. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok